Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа АлюМед. Женское предпринимательство с каждым годом укрепляет свои позиции. Рассказать об развитии женского бизнеса в нашем регионе мы сегодня пригласили представителя регионального совета деловых женщин Палаты предпринимателя Акмолинской области Амину Адильбеку. Здравствуйте, Аминова Гейсна. Добрый вечер. Одной из самых обсуждаемых тем на сегодня является пять социальных инициатив президента, озвученных на совместном заседании Палаты Парламента. Расскажите свое мнение о своем мнении. 5 марта, как все мы знаем, от нашего президента было получено послание очередной пять социальных инициатив. Изучая их, в общем-то, остается только порадоваться, потому что я считаю, что каждая из них, она очень значимая и внесет весомый вклад в развитие не только предпринимательства, а также улучшение жизни каждого казахстанца в целом. Останавливаясь конкретно на каждом, хочу отдельно выделить программу 5.20.25. Это по новым возможностям приобретения жилья у нас в Казахстане. То есть президентам было предложено ввести программу под таким названием, где каждый казахстанец, кто имеет постоянный заработок, он может приобрести жилье в кредит под процентную ставку не более 7, то есть 7% максимальная ставка. Максимальный размер первоначального взноса должен составить не более 20% и сроки кредитования должны быть увеличены с 15 до 25 лет. То есть эти меры, они снизят нагрузку на казахстанцев и как следствие приведут к тому, что у нас как можно больше казахстанцев, больше семей будет обеспечено с жильем. А следовательно, у них будут более крепкие тылы, они будут более уверены в завтрашнем дне, будет развиваться демография. И в целом жизнь каждого казахстанца, она, конечно, обязательно увеличится. Еще здесь я для себя отмечаю тот факт, что когда у человека, у молодой семьи есть кров, есть дом, то это сразу ведет к тому, что у него повышается чувство патриотизма. То есть он все сделает для того, чтобы его страна развивалась, потому что ему здесь комфортно, ему удобно. То есть он чувствует защиту государства и делает максимально то, что от него зависит для развития не только своей семьи, он здесь же будет успешным и в деле, где он занимается, то есть и бизнес будет развиваться, и если он наемный работник, то компания его, ну и страна наша в целом, конечно. Хорошо. Хотелось бы узнать, какую долю женской предпринимательства занимает в общей структуре бизнеса, на республиканском и региональном уровне. На уровне республики доля женского бизнеса на сегодняшний день составляет 47%. Причем эта цифра, она больше у женщин-предпринимателей, которые заняты, организованы как ИП, индивидуальные предприниматели. Ну и тем не менее, около 30% в республике женщины занимают долю малого и среднего бизнеса, которые организованы как ТО, то есть они уже относятся к среднему бизнесу. Если мы говорим о масштабах нашей Акмольевской области, то здесь в районе 30-32% бизнес нашей области занят представительницами женского пола. В количественном выражении, в численном выражении, в смысле, наверное, статистика какова она не ведется, да? Вот чисто по структуре. Вот столько-то ИП, столько-то ТО. Хорошо. Вот одна из задач Совета деловых женщин – защита прав женщин предпринимательства. С какими проблемами обращается чаще всего Совет деловых женщин? Ну, на самом деле, здесь при обращении в Совет деловых женщин с какими-то проблемами, да, с вопросами защиты их прав, как-то делить женское либо мужское предпринимательство здесь как-то можно не делить, потому что проблемы в целом… Нет, они с общими проблемами, например, те же мужчины могут обратиться непосредственно в НПП, в Атамикен, но именно в Совет деловых женщин, наверное, все-таки, наверное, женщины обращаются, да? Ну, на самом деле, такого разделения нет на мужские и женские проблемы. Так как наш Совет деловых женщин создан при палате предпринимателей, то женщины также могут получить очень квалифицированную, качественную поддержку именно на уровне палаты предпринимателей, где при каждом обращении, то есть каждое обращение, оно фиксируется в максимальные сжатые сроки, оно обрабатывается, делается все возможное для того, чтобы вопрос решился. И, то есть, юридический отдел может даже выступать в роли защитника каких-то судебных тяжбых. То есть, выполняется все необходимое для того, чтобы решить вопрос обращения предпринимателя в его пользу. Понятно. Но именно какие проблемы? Вот они по земельным участкам или какой-то неправ… То, что жалобы на госорганы, с каких проблем именно поднимаются? Да, действительно, вопрос земельного характера – это вопрос номер один, который стоит сейчас для предпринимателей в целом. То есть, очень много обращений. Также вопрос неправомерных действий сотрудниками государственных органов в плане налоговых органов в том числе, в плане предпринимателей. Ну и по госзакупкам тоже очень много обращений. То есть, это вот три блока, которые самые такие болезненные, можно так сказать. Понятно. Вот хотелось бы узнать, как вы повышаете образовательный уровень женского бизнеса. Вот, пожалуйста, поподробнее. Какие у вас есть механизмы, какие есть такие компетенции, если можно сказать, современным языком? Наш Совет Диалог Женщин, мы, так же, как и Палата предпринимателей, мы не являемся финансовой структурой, но мы являемся консультативным органом. То есть, основная наша задача – консультировать, помогать развитию уже существующего бизнеса и возникновению, зарождению нового. Совет Диалог Женщин на сегодняшний день образован в каждом из районов нашей области. Здесь, в областном Совете Диалог Женщин, у нас в Совет входит 23 представительницы, то есть бизнес-леди. Каждая из нас представляет определенное направление бизнеса. То есть, есть рестораторы, есть представители торговли, есть строители, то есть, есть салоны красоты. То есть, при обращении в наш Совет, например, женщина, если она хочет открыть свое дело, пока не знает, что, но есть какая-то идея, что мы делаем. То есть, мы консультируем, направляем, конечно, на обучение, потому что обучение очень много значит. Обучение, кстати, расскажите, платно, бесплатно? Обучение проводится бесплатно. То есть, на сегодняшний день… И сколько длится это обучение? На сегодняшний день есть самые такие эффективные и популярные, можно сказать, программы по обучению развития предпринимательства. Это, получается, обучение Бастау-бизнес и бизнес-советник. Бизнес-советник – это курсы двухдневные, то есть, здесь в течение двух дней будущий предприниматель, уже вне зависимости от того, женщины или мужчины, он получает всю необходимую информацию от «А» до «Я». То есть, например, я хочу создать бизнес, что я должна делать, какие документы мне для этого нужно собрать, то есть, как мне нужно организовать мою компанию, с какими вопросами я завтра столкнусь в плане бухгалтерии, налогового учета, юридической стороны, что немаловажно, потом маркетинг. То есть, здесь в течение двух дней дается такая достаточно очень сжатая информация. Второй курс, который называется «Бастау-бизнес», он уже длится месяц, там уже, то есть, не только теория дается, но также даются практические задания. То есть, здесь уже углубленно дается знание по каждой из этой тематики. И на выходе, когда человек проходит курсы, то есть, у него уже есть представление, он уже знает, что делать. И после того, как, например, представительница прекрасного пола, да, женщина-девушка обращается, она уже прошла обучение, она знает, что она примерно хочет, обращается к нам в совет за помощью, что мы делаем. То есть, если сфера ее будущей деятельности, она совпадает с теми сферами, в которых представлены члены Совета делах женщин, то мы берем под свое крыло таких девушек, да, женщин, и ведем их от идут. То есть, мы… Например, в госслужбе это институт наставничества, да? Наставничества, да. Мне хотелось один вопрос задать, вот, а не боитесь ли вы, не опасаетесь ли вы, что это приведет к конкуренции? Потому что, ну, это все-таки бизнес. Есть такой момент, да, не буду отрицать, но здесь нужно на это смотреть с другой стороны. Если мы хотим жить в развитом государстве, конкуренция, это, я думаю, что это очень хорошо. Здоровая конкуренция. Да, здоровая конкуренция, это очень хорошо. Во-первых, улучшается качество предоставляемых услуг, качество товаров на выходе. Ну и всех денег не заработаешь, то есть, я только за то, чтобы наш регион, наша область, наш Казахстан в целом развивалась, почему бы и нет. То есть, я была бы очень рада, если бы, например, те же самые… Если бы у вас появилась рядом еще одна фирма, которая бы устроила бассейны, да, как ваша фирма? Ну, знаете, на сегодняшний день бизнес – это такое дело, если… то есть, оно основано на партнерстве. То есть, если есть здоровая конкуренция, то значит, у тебя есть партнер, который завтра, возможно, тебе где-то может быть полезен. Так же он, как он тебе, так и ты ему. То есть, здоровая конкуренция и есть партнерство для меня это так. Угу. Понятно. Просто зарождение капитализма и проявление капитализма, например, в классических кап странах столько примеров было негативно, что там… а здоровая конкуренция, это как проявление, наверное, идеализма, там здорового конкуренции нет. Там есть именно жесткий мир, когда надо один человек, когда один бизнес должен, чтобы выплыть, чтобы быть на плаву, должен обязательно съесть других, уничтожить других. Разорить, попросту говоря. Не физически, но разорить, короче. Как все шло, инструменты были, и подкуп там, и создание каких-то картелей там и так далее. В общем, все инструменты сейчас… Ну, сейчас это уже спустя сто лет начинали, которые те фирмы, известные западные фирмы, некоторые, которые я не буду понять их название, сейчас эти благородные фирмы, которые занимаются благотворительством. Но начало капитализма, это было как у акул капитализма, наив было. Ладно. Ну, мы немножко отвлеклись. Хорошо. Вот это все, что вот образовательные вот эти вот уровни, образовательная база, это все относится к сервисной поддержке, да, женщин-предпринимательства? Или к сервисной поддержке еще что-то другое еще можно отнести? В принципе, все, что я ранее говорила, оно относится также к сервисной поддержке. То есть, если женщина, например, обращается, она уже точно знает, что, да, она будет заниматься бизнесом, да, у нее есть все необходимое для того, чтобы делать первые шаги, ей оказывается помощь и в области и бухгалтерии, и юридической стороны, да, то есть у нее есть уже готовые шаблоны даже договоров, да, которые она может просто использовать, адаптировать к своей компании. В роли учителей, в роли наставников кто выступает? В роли наставников выступают члены Совета Диалог женщин. Если же деятельность, которой хочет заняться женщина, она, ну, то есть не совпадает с деятельностью членов Совета, да, то здесь мы обращаемся за помощью также к нашим коллегам, членам Совета Диалог женщин других областей, потому что Совет Диалог женщин, он образован по республике в каждой области, то есть здесь очень большая команда специалистов, которые рады оказать любую поддержку. Ну, они приезжают, например, давать какие-то уроки тоже за свой счет, да, как бы. Они либо приезжают, либо сейчас, когда очень развита сфера интернета, это все онлайн, да, происходит, да, понятно. Это все очень легко. Вы можете сказать о самых удобных инструментах поддержки начинающих предпринимателей, кроме консультативных, может, какие-то есть начинающие бизнес-вумы, может, какие-то есть может, еще какие-то инструменты есть? Ну, вот, на самом деле, самым эффективным инструментом поддержки начинающего бизнеса все-таки является обучение. То есть это вот программы, получается, бизнес, бастау-бизнес и бизнес-наставник, они самые популярные. И потом на выходе, когда уже человек заканчивает эти курсы, у него есть сертификат, то есть у него есть понимание, что он хочет делать, у него желание есть, он может рассчитывать на грантовое финансирование. То есть планы предпринимателей – это не финансовый орган, поэтому мы переадресуем это уже. А если гранта нет, например, где есть идеи, но нет денег, например, как бы вы в этой ситуации поступили бы вы? Ну, в данном случае можно всегда найти инвестора. Инвестора. Конечно. Инвестора надо убедить, потому что инвесторов найти в наше время не так-то просто. В принципе, никогда оно не так просто было. Сейчас уже время какого-то доверия, какие-то идеи, каким-то идеям фантасмагорическим. Сейчас жестокая правда жизни уже идет, сложно найти, да? Либо обратиться к банкам, но банк берет… Вы сами пользуетесь банковскими инструментами? Да, наши компании пользуются, мы пользуемся банковскими инструментами как физическое лицо, как юридическое лицо. Я для себя вижу это как эффективный инструмент для развития бизнеса. Отвечая на ваш вопрос, на самом деле найти инвестора сейчас было бы желание, да? Если идея хороша, если человек действительно чувствует себя в себе силой, что да, я это смогу, вопрос только в деньгах. На самом деле, как бы, сейчас очень много действующих предпринимателей, да, успешных предпринимателей в целом в Казахстане, которые ищут источники дополнительного дохода, то есть они ищут возможности вложения денег. Ну да, у них есть средства, но они уже не надеются на банковский процент, они еще желают больше, больше, больше прибыли. Поэтому они рассматривают такие варианты. И поиск инвестора здесь, я думаю, что это не проблема номер один. Понятно. Ну, как говорится, да это Бог. Вы скажите, какие проекты рассчитаны на сельскую местность, где особенно стоит вопрос занятости на сельской местности? Ну, на самом деле по сельской местности проекты те же самые. Получается, обучение бизнес-наставник, оно в основном организовано в городах. бизнес-бастао-бизнес, то есть уже двухмесячные, да, курсы, они организованы специально по районам с целью повышения предпринимательских инициатив именно в сельской местности. То есть человек, у человека прекрасная возможность обучиться, получить практические знания, навыки, все, что ему не хватает, да, получить информацию о каких-то мерах поддержки именно финансовой, да, государства и начать свой бизнес именно на селе. Потому что, на самом деле, развитие сельского, сельского хозяйства, да, то есть в сельской местности очень большой спектр бизнесов, где можно быть успешным. Главное желание. Ну, вот говорят, что сейчас в селах, в аулах практически не везде или нет совершенно, нет парикмахерских, нет бытовых услуг, как таковых нет, да, в принципе. Приезжая, приходится ездить в город, перевозки, пассажирские перевозки тоже не везде сейчас налажены, в смысле они уже отсутствуют. То, что было раньше, сейчас разрушено и не везде выгодно, но какие-то механизмы разрабатываются. Расскажите нам, пожалуйста, о социальных инициативах Регионального совета деловых женщин. Ну, здесь хочется сказать о том, что члены совета деловых женщин, мы достаточно большое внимание уделяем именно, как бы, социальному аспекту. При любой возможности мы стараемся помогать нуждающимся. То есть, на протяжении уже трех лет Совет деловых женщин ежегодно на праздник Наурыс устраивают большой праздник в течение всего дня для детей с ограниченными возможностями. То есть, это и обед, это и развлекательная часть, это и подарки. То есть, делаем праздник для детей. И именно в каких учреждениях у нас в городе? В каких учреждениях? Или вы в районах это проводите? Здесь, в городе Кукштау, мы делаем это на уровне нашего города. Эту же инициативу подхватили наши советы деловых представительниц в районах. То есть, то же самое проводится у нас и в городе Степногорск, и в Бурабайском районе, и в Адбасарском районе. Понятно. И кроме этого еще что? Кроме этого, мы периодически оказываем помощь дому мамы. То есть, в дом мамы буквально… Где находятся женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию? В трудную жизненную ситуацию, да. Предприниматели Казахстана, они организовали дом мамы, где женщины могут получить приед и выносить, родить, вырастить своего ребенка по достижению одного года. Да. То есть, полностью там обеспечивается жилье, все необходимое, питание, то есть, все необходимые вещи, да, для того, чтобы можно было вырастить ребенка. Что мы делаем? То есть, мы помогаем и материально, да. Мы оказываем консультативную какую-то помощь, потому что зачастую девушки, когда чувствуют, что, да, действительно, помощь идет от души, вот, да, при последнем нашем визите в дом мамы, состоялся разговор, который предметно уже реализуется, о том, что некоторые девочки, они хотят развить свой бизнес, да, то есть, они хотят развить какое-то либо… ну, какое-то производство, да, либо, ну, какой-то из бизнесов, который можно вести, учитывая то, что на руках маленький ребенок. Плюс мы собирали этих девушек и устраивали тоже для них праздник, то есть, каждое из них было подарено ателье Светланы платье, сшитое специально на заказ каждое из них. То есть, это были прически, макияж, просто вечер, где они почувствовали себя в домашней, уютной, теплой атмосфере. И я думаю, что такие встречи, такая поддержка, она нужна, да, потому что помогать развивать бизнес – это одно, да, но когда видишь, что рядом с тобой есть такие же девушки, как ты, по сути, да, которые, ну, по каким-то обстоятельствам попали в такую ситуацию, они нуждаются в помощи. Дом мамы на сколько мест рассчитано вообще, на сколько человеку он может помочь одновременно? У нас здесь Кокштал, я точно не готова сказать, но на сегодняшний день там он содержится около, то есть, проживает, проживает около 20 девушек. 20 девушек, понятно. Скажите, как можно попасть в ряды Совета деловых женщин? Двери Совета деловых женщин у нас открыты. Каково условие членства, да, в этой организации? Конкретного количества какой-то цифры, да, члена Совета деловых женщин у нас нет, то есть, наши двери, они всегда открыты для инициативных, открытых, успешных девушек, которые занимаются действующим бизнесом. Основные критерии, по которым, да, мы бы хотели пригласить девушек, женщин в наши ряды. То есть, должен быть свой собственный действующий бизнес, вне зависимости от форм образования, вне зависимости от направления деятельности. и второе, это как бы желание отдавать, потому что то, что мы делаем, наша деятельность, это социальная деятельность, она не оплачивается. Мы это делаем для себя, потому что каждый из нас, мы уже находимся на такой стадии, когда, ну, на определенном уровне, да, то есть мы выросли и готовы делиться своими знаниями и не только с такими же девушками, как и мы. Расскажите, вот как, на каких принципах, вот еще, на других принципах осуществляется эта ваша деятельность? Вот вы собираетесь, женщины, насколько часто это все-таки говорите, что это не оплачивается, это как бы консультативное действие вы оказываете. В общем, это как общественная работа же получается. Общественная работа. Бывают ли у вас какие-то споры, разногласия, и как вы их решаете? Потому что это региональный совет деловых женщин. Ну, конечно, какие-то моменты. Я упор делаю просто на женщин, потому что не думаю, что я попираю права женщин, но… Ну, мы собираемся минимум два раза в месяц. В месяц. Да. Собираемся как можно большей численностью. У нас есть планы работы на год. Мы разработали для себя, что вообще… Нашу точку А, нашу точку Б, к чему мы должны прийти. Разбили по отделениям. То есть делегировали, в общем-то, да, каждой из женщин в нашем совете. Каждая из нас точно знает, какую задачу ей нужно сделать до конца года. И из заседания в заседание, из наших общих встреч, мы двигаемся по плану. То есть наши встречи, они не такие хаотичные. Просто пришли, собрались там, поговорили, разбежались. То есть у нас есть планы, мы двигаемся по этому плану. Кроме этого, конечно, по ходу добавляются какие-то дополнительные мероприятия, задачи и цели, которые мы также успешно выполняем, я думаю, на сегодняшний день. Ну, как бы так. Если возникают какие-то споры, какие-то разногласия, то мы стараемся решать это достаточно так, ну, как бы полюбовно, можно так сказать. Потому что за время существования Совета деловых женщин мы уже сплотились и мы уже как одна семья. Очень много семейных мероприятий. Каждая из нас, когда проводит, то есть мы обязательно берем в учет, что у нас есть Совет деловых женщин. То есть мы общаемся с семьями. То есть это как определенный круг, где мы можем не только помочь, например, да, и себе в том числе развить уже действующий бизнес и помочь тем, кто хочет начать свой бизнес. Ну, это и общение, и как-то внутренний рост. Как таковых дивидендов работы, участия в Совете деловых женщин именно материальных нет? Нет, что нет. Чисто... Социальные инициативы. Да, честно другое. Вот о чем бы Вы еще хотели рассказать во время нашей беседы? Но я не успел, видимо, затронуть. Пожалуйста. Ну, я бы хотела призвать девушек и женщин не бояться развивать свой бизнес, потому что на самом деле бизнес – это классно. Бизнес – это внутренняя свобода. Это финансовая свобода в том числе. То есть, когда начинаешь заниматься бизнесом, начинаешь узнавать, ну, можно сказать, выходить из зоны комфорта, да, узнавать те вещи, о которых раньше ты и не знал, которые раньше тебе и не нужны были. А сейчас как бы это насущный вопрос. То есть, человек растет во всех смыслах этого слова. То есть, он растет внутренне, растет его уровень, растет его уровень образования, да, растет его окружение, общение. То есть, это уже есть такое выражение «хочешь быть успешным – окружусь тебя успешными людьми», да. То есть, когда девушка, например, которая хочет открыть свой бизнес, обращается в наш совет «Дело к женщине», она попадает в такое окружение. И мы делаем максимально все зависящее от нас, чтобы ей помочь. И я думаю, что наш совет «Дело к женщине» мы выполняем достаточно большую и важную роль. Возвращаясь к тому, что я бы хотела сказать девушкам и женщинам, которые хотят заниматься бизнесом, главное – не бояться. Есть такое выражение, что если у вас появилось какое-то желание, то как бы во вселенной, можно так сказать, да, уже есть все инструменты для того, чтобы это желание было реализовано. Самое главное – делать, идти и делать, потому что дорогу осилит идущий. На сегодняшний день нашим государством созданы все необходимые комфортные условия для того, чтобы любой желающий, вне зависимости от того девушки, либо мужчины, да, мог развить свой действующий бизнес, либо уже начать. И мы всячески готовы к этому приложить все необходимые усилия. – У нас есть еще три минутки. Я обмена эвакистов, но я хотел бы узнать, как лично вы свой бизнес развивали, как было трудно и почему мы сидим рядом с вами здесь, в этой студии. Как вы этого достигли? – Я создала свою компанию. Наша компания называется Sunlight. Мы занимаемся строительством. Мы строим бассейны, сауны, фонтаны. То есть наше направление – это у нас индустрия. Когда по семейным обстоятельствам я переехала в город Кокштау, я, в общем-то, не видела себя ни в чем другом. Я точно знала, что я хочу строить бассейны, потому что ранее я работала в такой фирме. И, конечно, в самом начале были какие-то сложности, были какие-то трудности. – Вообще потребность в бассейнах у нас есть? – Потребность в бассейнах у нас есть. Мы работаем не только на наш город. Мы работаем на всю область, на Казахстан. Поэтому потребность есть, конечно. – Вообще для этого, чтобы строить бассейны, нужны какие-то особые навыки, особое образование. Это такой объект, да? Например, не только бассейн плавательный для спортивной цели. Может быть, это бассейн в каком-то частном доме и так далее. Этим вы занимаетесь, да? – Да, вне зависимости от частного бассейна, общественного бассейна. Вне зависимости от его размеров, где он расположен, например, на улице либо в закрытом помещении, технология бассейновая одна. Конечно, необходимо владеть определенными навыками, знаниями. То есть в области строительства, в области водоподготовки. – Да. Чтобы вода была чистая, там она как-то очищалась регулярно все это. – Да. На сегодняшний день есть современные эффективные системы водоподготовки, которые позволяют добиваться безопасной, самое главное, чистой воды с минимальными затратами. – Да. Ну, без использования хлора, да, как говорится. Или все-таки хлор, который был в советское время, обеззараживающий реагент в бассейнах. Или что-то другое сейчас уже применяется. – Он также применяется. То есть есть специализированные средства для ухода за водой в бассейна. Но также на сегодняшний день очень много альтернатив. То есть можно дезинфицировать воду и добиваться ее безопасности при помощи установок безхлорной обработки воды. Например, это азонаторы и ионизаторы. Например, ионизаторы – это установка, которая вырабатывает ионы меди и серебра, которые выполняют функцию дезинфекции и борьбы с микроорганизмом. – Да, да. Ну, сами вы любите ходить в бассейн, если вы сами строите бассейн? – Честно говоря, я очень люблю ходить в бассейн. Вся наша семья, мы ходим в бассейн и любим как бы это дело. – У вас, наверное, есть собственный бассейн. – Пока собственного бассейна у нас нет, все на перспективу. – Все понятно. Хорошо, спасибо, Абина Лагисовна, спасибо за участие в нашей программе. Я думаю, что нам удалось обо многом поговорить, но если что-то осталось, то, в принципе, у нас еще следующая встреча у нас будет впереди. Хорошо, спасибо. – Спасибо. – На этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, я не принимал участие представитель регионального совета деловых женщин Акмолинской области Абина Адельбекова. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. – Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова